Добрый день! В эфире программа «Спорт и судьба». Меня зовут Борис Никчемников, героиня нашей сегодняшней передачи. Обычная барнаульская спортсменка, которая в один миг стала знаменитой на весь мир благодаря одному надменному руконепожатию, случившемуся на чемпионате мира по фехтованию. У нас в гостях именитая фехтоватница Анна Смирнова. Здравствуйте, Анечка! Добрый день, Борис! Скажите, это вы сейчас плачете или до сих пор вытираетесь после того, как вам откровенно плюнули в лицо? Нет, это я до сих пор плачу. Как можно быть такими бесчеловечными? Я ведь просто предложила пожать руки, а об меня просто вытерли ноги. Почему так произошло? Это потому что вы россиянка? Не уверена. Вы не уверены, что вы россиянка? Нет-нет, в этом я уверена, но просто на чемпионате я ведь выступала под нейтральным флагом. Под нейтральным? Это, получается, вы какую страну представляли? Ну, получается, нейтралью. Ну или нейтральскую народную республику я особо не вникала. Короче, все говорят, что мы спортсмены из нейтражки. Понятно. Расскажите, что произошло в тот роковой день? Ну, если вкратце, то у меня был бой с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. Та-та, насколько я знаю, вы отрицательно победили в этом бою, так ведь? Ну, можно и так сказать. Поединок закончился со счетом 15-7. То есть, получается, она вам натыкала в два раза больше? А почему так произошло? Скажите честно, вы ей поддавались? Ну, конечно, немножко поддавалась. Но проблема заключалась в другом. Я ведь фехтовала саблей отечественного производства, которую специально для меня недавно расконсервировали. А у нее была сабля натовского образца. А она, как вы понимаете, более высокоточная. Ну и плюс там наконечники из обедненного урана. Какой кошмар! Но это же не честно! Но это еще не все. В какой-то момент, по ходу поединка, я поняла, что все судьи куплены. Это возмутительно! И только после того, как украинку дисквалифицировали, я поняла, что все они были куплены нами. Слава небесам! Все-таки есть в этом мире хоть какая-то справедливость. Расскажите, почему ее все-таки дисквалифицировали? По правилам федерации, после боя соперники должны обменяться рукопожатием. Я подошла, предложила ей пожать мне руку, а по ее взгляду поняла, что она готова мне пожать только горло. Какая агрессия! Анечка, не расстраивайтесь. В любом случае, мы все вами гордимся. Вся страна, затаив дыхание, наблюдала, как вы на этом чемпионате талантливо и блестяще целых 50 минут сидели на стуле. Кстати, зачем вы на нем сидели? Ну, таким образом я пыталась отстаивать свою позицию. А почему же вы не делали это стоя? Просто это выглядело так, как будто вы не отстаиваете, а отсиживаете свою отстойную позицию. Называйте это как хотите. Главное, что потом судьи все-таки рассмотрели мою сапелляцию. Может, апелляцию? Да нет, я там такие сопли распустила, поэтому правильнее все-таки сапелляцию. И украинку после этого отстранили от участия в турнире. То, что вы сделали это так по-русски, ведь знаете, как гласит наша спортивная мудрость, главное не победа, главное насрать кому-то в тарелку. И у вас это чудесно получилось. Скажите, пока вы так долго сидели на этом стуле, о чем вы думали? Я думала о том, что пора заканчивать с этим фехтованием и подавать заявку на чемпионат мира по продолжительному стулосидению. Тренер говорит, у меня там больше шансов. Вы знаете, я полностью согласен с вашим тренером, именно поэтому от нашей программы и от себя лично я хочу подарить вам этот универсальный именной стульчик. Чем бы вы ни занимались, фехтованием или стулосидением, уверен, он вам пригодится и там, и там. Спасибо, это именно то, что мне было нужно. Пожалуйста, тем более, что мне это было уже не нужно. И последний вопрос. А что это за такая интересная у вас шапка на голове? Это мой талисман. Мне ее брат дал на лето поносить, пока жара на улице. Сказал, носи ты, у меня в ней ноги потеют. Я знаю, ваш брат, он военный. Да, и скоро собирается на СВО, поэтому до зимы буду носить ее я. А уже зимой ее будет носить брат? Ну, не знаю. Будет брат, будет носить. Че наперед загадывать? Спасибо. Спасибо.